Лимонный лимонный ликер И также понадобится на этот литр 12 лимонов Я же в этом случае взял 10 лимонов и 2 лайма Счистил цедру, ну естественно без белой кожуры, она дает горечь туда-сюда И высушил ее, используя именно сухую цедру Потому что свежая цедра в конечном напитке дает послевкусие вот эту цитрусовую эфирную горечь Мне она не нравится А высушенная цедра такой горечи не дает Цедру засыпал в тару, вылил туда спирт и закрыл на месяц При этом подписал 1 литр 91% Это нам понадобится для следующих расчетов Спустя месяц мы проверяем готова ли наша спиртовая основа У меня вот бутылка зеленая, но я вот знаю Вот эти все кожурки должны быть как картофельные очистки белого цвета Такие белесые-белесые Если они у вас такого цвета, это означает, что настой у нас уже готов Далее мы должны просчитать, сколько нам добавить в этот объем сиропа Исходя из конечной крепости, которую вы хотите получить Я же люблю лимончелло 18-20% И посчитав на крыльчатре самогонщика, мне нужно сюда добавить 3,5 литра сиропа Также для ликера нам понадобится сахар Мои пропорции 150 грамм сахара на литр готового ликера В конечном итоге у нас получится 4,5 литра ликера Отсюда и пойдут наши расчеты Нам понадобится 600 грамм сахара и 3 литра 200 мл воды Мы знаем, что каждый килограмм сахара в растворенной жидкости дает дополнительно 600 мл объема Сахар высыпаем в воду и ставим на плиту и доводим до кипения Сюда же добавляем мяту Если у вас сушеная мята, то где-то рассчитывайте столовая ложка на литр готового ликера Ни в коем случае не используйте аптечную перечную мяту Это немножечко другая мята Воду я поставил на огонь, засыпал сахар Включил на разогрев Пока вымою мяту Мяту примерно взял вот такую мисочку Мяту я добавил, сразу хочу сказать Лимон, если хотите добавить, то добавить его уже в самом конце Если вы лимону добавите сейчас при варке сиропа Вы получите вкус вареного лимона Это будет невкусно Доводим до кипения и накрываем крышкой И сразу можно остужать этот сироп Не забываем помешивать, чтобы ничего у нас не пригорело и не пристало к дну кастрюли Пока давайте процедим нашу спиртовую основу Мусора у нас там немного Достаточно просто будет заткнуть воронку ваткой О, у нас тоя запах просто Цвет, видите, какой ярко-янтарный Процеживается очень быстро Потому что вся крупная фракция более крупная на дне у нас Как уже видели из прошедших вот роликов Вот это я все не выкидываю Закладываю в морозилку И до следующего какого-нибудь вкусного самогона Сироп наш закипел Я поставил его в раковину с холодной водой Остужаем до комнатной температуры И процеживаем через 2-3 слоя ватного фильтра Вот такой у меня сиропчик получился Сейчас я пропущу через пару фильтров ватных И он станет полностью прозрачным Посмотрите, это после двойной фильтрации Это после одинарной фильтрации Вот такое меня вот устроит вполне Сироп отфильтровал 2 раза Отличная прозрачность Это просто вот бутылка запотела Все, вливаем теперь наш ароматный спирт Ох, просто бомба А по лицензии будет это естественно Так как очень много эфирных масел Смотрите Светофор 3 слоя Мне всегда нравится, когда ты делаешь Вот эти вот ликеры Отчетливых 3 слоя получается Все, теперь мы это Как следует перемешиваем И разливаем в стекло Бутылка нагрелась Ну все, лимончелло наш готов Осталось только разлить по бутылкам И попробовать на сладость и на вкус Ну запах супер Итак, полчаса в холодильнике Как следует остыл уже Нагрел, ой запах просто супер Вы знаете, нежно такой Лайма, лимоновый Лимонно-лаймовый вкус, да Лайм ощущается тоже И где-то вдалеке мятки немножко Посмотрите какой Не знаю, янтарный цвет Или не янтарный какой-то Ну красивый цвет, красивый цвет Оооо Вкусно Вкусно, что сказать Мятка чувствуется Мята не выпирает Все супер Я вообще просто доволен Ну и С наступающим 9 мая Всех благ вам Замечательно Лимончелло Мятный удался Хороший рецепт Спонтанный Экспронтом все Супер Я доволен Ну а на этом я прощаюсь с вами Берегите себя Пейте только качественные напитки До свидания До свидания Субтитры сделал DimaTorzok